Добрый вечер! На канале Фридом время новостей. Сегодня важно узнать о таком. Дипломатическое турне президента Украины продолжается. Вслед за Хорватией он посетил Великобританию и Францию. С европейскими лидерами Зеленский говорил о военной поддержке союзников и украинском плане победы. Сегодня я хочу поделиться с вами деталями нашего плана победы. Мы очень рассчитываем на вас. Десятки домов разрушены и повреждены. Люди остались без жилья. Российская армия продолжает обстрелы мирных районов Запорожья. Последствия бомбардировки города в репортаже Фридом. Масштабные пожары и детонация. Силы обороны Украины атаковали военный аэродром в российской Адыгеи и уничтожили там склад боеприпасов. На фоне обострения риторики Кремля НАТО уже в ближайшие дни начнет ядерные учения. Маневры пройдут сразу в нескольких странах. На земле, в море и в небе. В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы проверили нашу оборону и чтобы мы укрепили нашу оборону. Чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна отреагировать на любую угрозу. Владимир Зеленский представил Эммануэлю Макрону план Победы. Встреча лидеров Украины и Франции прошла в Париже. Кроме обсуждения вопросов достижения справедливого мира, президенты также говорили о ситуации на поле боя и обсудили совместное производство оружия. Учебная миссия для наших солдат, бригады. Мы благодарны Франции за это. От этого зависит многое, особенно ситуация на Востоке, потому что у нас не было достаточно ротационных бригад, полностью укомплектованных на 100%. Поэтому теперь мы работаем с Францией и некоторыми другими союзниками. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем рассчитывать на наших сильных ребят. Мы принимаем первых украинских солдат. Это также очень уникальная модель сотрудничества. Я хочу еще раз заявить о поддержке Франции и украинского сопротивления российской агрессии. Существуют постоянные обязательства относительно оборудования, которые следуют за тем, что было сделано в последние месяцы, как в плане оборонного оборудования, так и обучения. Перед этим президент Украины провел переговоры с премьер-министром Великобритании. Встреча прошла в резиденции на Даунинг-стрит. Это уже второй визит Владимира Зеленского в Лондон с момента избрания Кира Стармера главой британского правительства. Украинский президент представил детали плана победы и подчеркнул, что он должен создать правильные условия для справедливого завершения войны. Очень важно, что мы можем продемонстрировать Украине нашу неизменную преданность и поддержку. Это очень важная борьба для вас и для всех нас тоже. Поэтому приятно приветствовать вас снова здесь, чтобы ознакомиться с планами и поподробнее поговорить о том, что мы можем сделать вместе. Искренне благодарю, что приняли нас. Я и моя команда благодарны британскому народу, народу великой страны, за вашу веру в нас с самого начала войны. Сегодня я хочу поделиться с вами деталями нашего плана победы. Мы очень рассчитываем на вас. В Лондоне также прошла трехсторонняя встреча президента Украины, премьера Великобритании и генерального секретаря НАТО. Ключевыми темами переговоров стали евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. Участники встречи также обсудили, как достичь быстрого выполнения решений Вашингтонского саммита НАТО. Для их реализации, в частности, необходимо усилить Украину новыми системами ПВО, укрепить ее авиационные возможности и увеличить инвестиции в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств. В свою очередь, Марк Рюты подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение для безопасности на всей территории Североатлантического альянса. И отметил, что Киев имеет законные основания для поражения военных целей на территории России. Это дело каждого конкретного члена НАТО решать, как использовать оружие, которое они поставляют в Украину. Но с точки зрения международного права, она может применять вооружение, чтобы бить по военным целям, представляющим ей угрозу. Дискуссия о дальнобойных ракетах важна, но давайте не будем фокусироваться только на них. Лишь их недостаточно, чтобы гарантировать победу. Есть более широкие вопросы, которые нужно обсудить, чтобы убедиться, что Украина выиграет. До восьми возросло число погибших в результате ракетного удара, который россияне нанесли по Одесской области накануне. Как сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер, в больнице скончался раненый мужчина. Он был сотрудником порта. Напомню, в среду вечером россияне атаковали Одесский регион баллистической ракетой. Повреждение получило гражданское судно под флагом Панамы и портовая инфраструктура. Россия целенаправленно усилила атаки на порты юга Украины. Целью Москвы являются гражданские суда и зернохранилища. Об этом заявил министр развития общины и территории Алексей Кулеба. Также он подчеркнул, Кремль хочет снизить экспортный потенциал Украины. За последние три месяца Россия повредила или уничтожила почти 300 объектов портовой инфраструктуры и 22 гражданских судна. Пострадали 79 гражданских, в их числе работники портов, логистических компаний и экипажи судов. Каждое военное преступление задокументировано правоохранителями и Россия будет отвечать за каждую атаку против гражданских, человечности и международного права. Алексей Кулеба, министр развития общин и территории Украины. В Телеграм. Своими атаками на суда, перевозящие украинское зерно в Черном море, Россия пытается дестабилизировать ситуацию на мировом продовольственном рынке и нанести ущерб самым незащищенным жителям стран Азии и Африки. Москва должна немедленно прекратить этот террор, заявил на брифинге в Брюсселе председатель и представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стана. За последние дни Россия усилила атаки на гражданские суда, перевозящие украинское зерно в Черном море, что еще больше подрывает глобальную продовольственную безопасность и свободу судоходства. Вчера два судна были атакованы баллистическими ракетами в порту Одессы, одно из Панамы и еще одно из Палау. В результате атак на порт по меньшей мере 7 человек погибли и 11 получили ранения. Ранее также было атаковано судно из Сент-Китса и Невиса. В прошлом месяце Россия обстреляла судно, перевозившее зерно в Египет, а ранее атаковало судно из Турции, даже из Турции. Все это страны, которые Путин называет дружественными. Все эти действия происходят в дополнение к тому, что Россия уничтожает зернохранилище и портовую инфраструктуру Украины ежедневными целевыми атаками и продолжает воровать украинское зерно. Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены. Россия напрямую атакует поставки продовольствия наиболее нуждающимся людям, и это доказывает решимость России продолжать превращать продукты питания в оружие, и это также ответ Путина всем тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен. Мы призываем все страны мира осудить атаки России на свободу судоходства и на глобальную продовольственную безопасность, а также оказать давление на Россию, чтобы она немедленно прекратила эти атаки, а также незаконную агрессию против Украины. Российские войска обстреляли центральный район Херсона. Как сообщили местные власти, был ранен один человек. В момент атаки он находился на улице и получил осколочное ранение, а также взрывную травму. Его оперативно доставили в больницу. Кроме этого, у 16-летней девушки острая реакция на стресс. Также в жилых домах и здании автоцентра выбиты стекла, повреждены транспортные средства и троллейбусная сеть. Шесть человек ранены во время российской атаки по Запорожью. Окупанты ударили управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города. Взрывы разрушили и повредили более 30 частных домов и многоэтажек. Последствия атаки видели наши корреспонденты. В Запорожье армия РФ атаковала около шести утра. Сбросили три авиабомбы на жилые районы города. В нашем дворе за сараем воронка. Туда прилет был. В результате взрыва в доме обвалились стены и потолок. Спасатели помогли Валентине Даниловне с мужем выбраться из-под обломков. У супруга в шоковое состояние. Сильный взрыв такой, какая-то огненная вспышка, потом еще одна, что-то дрогнуло и все начало лететь. Испуг не испуг, а цепленение просто какое-то. Чуть позже из-под завалов удалось спасти и кота супружеской пары. После взрыва дом начал гореть. Все личные вещи уничтожил огонь. Вот дожили старый спокойно с дедом. Что нам жить? Годы какие-то остались. Нездоровья нет. Нигде ничего. И теперь еще дома нет. Взрывом был разрушен и соседний дом. Пока медики оказывают хозяину медицинскую помощь, родственники эвакуируют уцелевшие вещи. Готовят пенсионера к переезду, рассказал внук Антон. Во время утренней атаки ранения получили шесть человек, в том числе 17-летняя девушка. Последствия взрывов ликвидируют волонтеры, коммунальные службы и спасатели. Попадание произошло в частном секторе. В результате 29 домов частично разрушены. В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасатели эвакуировали пять человек из поврежденных жилищ. За последние полмесяца российские войска сбросили на Запорожье более 30 управляемых авиабомб. По данным областной военной администрации, в итоге было разрушено и повреждено более 500 частных домов и более сотни многоэтажек. Наталья Гусак, Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожья для телеканала «Фридом». Украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену подтвердил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Обстоятельства смерти пока устанавливаются. Как рассказал представитель главного управления украинской разведки Андрей Юсов, Рощину должны были включить в списки на ближайший обмен пленными и уточнил, что Викторию собирались этапировать в СИЗО Лефортово в Москве, чтобы подготовить к возвращению в Украину. Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по военному аэродрому Ханская в российской Адыгее. Успешную операцию силы обороны Украины осуществили сегодня ночью. Атакован склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. Масштабы повреждений уточняются, сообщили в украинском генштабе. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Задание выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сил специальных операций вооруженных сил Украины. Совместная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям вооруженных сил Российской Федерации будет продолжаться и дальше. Из сообщения генерального штаба ВСУ в Телеграм. Несмотря на значительные потери, российские оккупанты продолжают предпринимать безуспешные попытки прорвать оборону украинских войск. Самая сложная ситуация на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях. С начала суток уже произошло более 90 боевых столкновений. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой далее в сюжете. По данным генерального штаба ВСУ, больше всего атак российской армии и силы обороны Украины отбили на Лиманском направлении. Там россияне 21 раз безуспешно пытались атаковать украинские оппозиции. Также с начала суток противник предпринял 15 попыток штурмов на Покровском направлении и 12 на Кураховском. На Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска. Но украинские воины с помощью дронов разгромили подразделения россиян. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении и реагируют на все действия противника, эффективно уничтожая живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Из сообщения оперативно-тактической группировки «Харьков» в Телеграм. Кроме того, воины из бригады «Спартан» взяли в плен группу российских захватчиков. Как рассказали бойцы, все пленные – это бывшие заключенные, которые подписали контракты с армией РФ этим летом. Их отправили занять посадку на Харьковском направлении. Оккупация – ждать подкрепления, но эту задачу россияне провалили и пополнили обменный фонд. Противник готов платить за метры в чужой территории жизнями своих солдат. Люди, которые попадают в плен, либо же по тем документам, которые находят в одежде убитых, в случае с федерацией, говорят о том, что даже базовую военную готовку не успели пройти. То есть от момента их мобилизации до момента их ликвидации проходит полторы недели, две недели. То есть вот с колес буквально сейчас этих людей бросают бой. Это говорит обустощение резервов. Воины Национальной гвардии Украины Херсонского полка продолжают наносить мощные удары по наблюдательным пунктам противника, поражают вражескую пехоту, технику, транспортные средства и расчеты минометов. Воины опубликовали в сети видео, где видно, как был успешно обнаружен и уничтожен наблюдательный пункт, который россияне оборудовали в доме. Из этой пушки я стрелял первый раз. Ощущение класс. Бомба. Мне очень понравилось стрелять из этой пушки. Очень сильно. Нацгвардейцы также ведут охоту и на российские дроны. Аэроразведчики выложили видео и показали, как они сбивают БПЛА россиян. И отметили, что теперь российские Зала и Орлан больше не будут приносить неприятности украинским воинам. По данным Генерального штаба ВСУ, только за сутки украинские воины уничтожили почти полсотни российских БПЛА. И кроме того, 14 боевых бронемашин, 41 артиллерийскую систему, 2 РСЗО и 3 средства ПВО. А также сожгли 75 единиц автомобильной и специальной техники РФ. В живой силе российская армия за сутки потеряла 1080 человек. В целом же, с начала полномасштабного вторжения, потери оккупационной армии превысили 665 тысяч солдат. Дальнейшие шаги для поддержки ВСУ обсудили во время встречи в Лондоне украинские и британские министры обороны. Рустем Умеров подчеркнул, что Соединенное Королевство действует на опережение, снабжая украинских воинов необходимыми боеприпасами – артиллерийскими, минометными, для ПВО, а также противотанковыми минами. Это пример для других партнеров, ведь своевременные поставки позволяют более эффективно уничтожать врага. До конца года на фронте появится больше артиллерийских систем АС-90. Также есть хорошие новости относительно дальнобойного оружия и роботизированных систем. Враг почувствует это на поле боя. Великобритания также активно работает над тренировкой и укомплектованием наших бригад стратегического резерва. Договорились с Джоном Хилле вместе проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов. Рустам Умеров, министр обороны Украины, Facebook. В Норвегии и Европе производственные мощности оборонной промышленности сократились после нескольких десятилетий мира и снижения спроса. Вторжение России в Украину требует от нас обратить эту тенденцию вспять. Украина зависит от доступа к средствам противовоздушной обороны, ракетам, артиллерийским снарядам и другим оборонным материалам, чтобы продолжать свою оборонительную борьбу. Мы берем на себя ответственность за увеличение способности Норвегии и ее союзников поддерживать Украину в ее борьбе. Из сообщения на сайте Министерства обороны Норвегии. Военный самолет Як-130 упал на границе между Российской Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, ссылаясь на прокуратуру Южного военного округа. Известно, что российский самолет совершал учебно-тренировочный полет, а пилот при крушении катапультировался. Причина инцидента устанавливается. Предварительно это технические проблемы. Российские регионы затягивают пояса. Расходы на войну только увеличиваются и в следующем году составят уже 40% бюджета страны. А тенденция сокращения региональных бюджетов наблюдается еще с начала этого года. Чем придется пожертвовать россиянам ради продолжения войны против Украины, расскажут мои коллеги. На фоне рекордного повышения расходов на войну против Украины в следующем году больше 13,5 трлн рублей, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала губернаторов отказаться от крупных инфраструктурных проектов и экономить деньги. Ведь в 2025 году предполагается сокращение финансовой поддержки регионов еще на 10%. В 2024 году уже сокращали на 9%. Призывами затянуть ПСА руководство России дает понять лидерам регионов, что пушечного мяса, которое они поставляли на войну почти три года, уже недостаточно. Ресурсы, за которые могли бы строиться дороги, школы и больницы, Москва также пустит на войну. Пишет Центр противодействия дезинформации пресс НБУ Украины в Телеграм. Кремлю катастрофически не хватает живой силы на фронте. По оценкам экспертов, Москва хочет ежегодно набирать не менее 225 тысяч контрактников. На единовременные выплаты добровольцам в бюджет Федерации на 2025-2027 годы заложили 90 миллиардов рублей. Чтобы выполнить разнарядку от Кремля по набору людей, регионы постоянно повышают выплаты. Так, в Ростовской области вознаграждение за подписание контракта с Минобороны выросло с 700 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Вместе с федеральным финансированием единовременная выплата составит 1,7 миллиона рублей. В Москве без малого – 2 миллиона рублей. С такими темпами потерь, которые есть сейчас, конечно, нужно ежемесячно набирать не меньше 30 тысяч солдат, чтобы их компенсировать. Поэтому, собственно, и звучат вот эти цифры, что нужно 225 тысяч новых контрактников. Это не очень простая задача, поэтому выплаты постоянно растут. Пока Путин отчаянно пытается захватить суверенные территории Украины, экономика Федерации катится в пропасть. По данным исследовательского холдинга «Рамир», продовольственная инфляция летом 2024 года по сравнению с июлем 2023 выросла ориентировочно в пять раз. Так, с начала 2024 цена на картофель поднялась на 90%, морковь на 54%, капуста подорожала наполовину. Вырастут в следующем году в России тарифы на коммуналку. С 1 июля электроэнергия подорожает на 12,5%, газ более чем на 10%, а совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет почти на 12%. Это не все. С нового года тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки прибавят 11,6%. Закон о бюджете на 2024 и 2026 года предусматривал в следующем году индексацию на 5,7%. Тарифы на коммуналку для народа вырастут вдвое больше, чем планировалось год назад. Пишут аналитики ММИ в Телеграм. Не хватает в России катастрофических рабочих рук. Если в 2019 в страну въезжало около 19 тысяч мигрантов, то в 2024 6,5 миллионов, из которых чуть больше 3 миллионов трудовых. В ходе опроса Российского союза промышленников и предпринимателей выяснилось, что дефицит кадров наблюдается практически в 83% компаний. Почти каждое пятое предприятие пожаловалось на ограничения по найму, введенные регионами, или прямой запрет на региональном уровне принимать мигрантов на работу. Страны НАТО проведут ядерные учения в Северной Европе, в частности в Бельгии и Нидерландах. Об этом во время визита в Лондон сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Он отметил, что маневры стартуют уже в ближайшее время и продлятся около двух недель. В учениях примут участие 2000 военных. Также предусмотрено использование боевого оружия и имитация миссий, в которых самолеты будут нести американские ядерные боеголовки. Ежегодные ядерные учения SteadfastNoon начнутся в понедельник. В учениях будет задействовано более 60 самолетов. Все учения будут сосредоточены в Великобритании и Северном море, а также в Бельгии и Нидерландах. В нестабильном мире жизненно важно, чтобы мы проверили нашу оборону, чтобы мы укрепили нашу оборону, чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна отреагировать на любую угрозу. ЕС выделяет Молдове крупный пакет финансовой поддержки – почти на 2 миллиарда евро. Об этом во время визитов в Кишинев заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн. Она встретилась с президентом страны Майей Сандуй и отметила, что финансовая помощь ЕС будет способствовать развитию экономики Молдовы, а также приблизить страну к членству в Евросоюзе. Я знаю, что у вас есть амбициозный экономический план, и Европейский Союз поддержит его. Мы считаем, что можем помочь вам удвоить объем экономики. Поэтому мы инвестируем 1,8 миллиарда евро в вашу экономику в следующие три года. Европа твердо стоит на стороне Молдовы. Сегодня и на каждом шагу на пути к нашему Союзу. Мы можем начать приближать молдавскую экономику к нашей уже сейчас. В США устраняют последствия урагана Милтон, который обрушился на юго-восток страны накануне вечером. В штате Флорида по меньшей мере 4 человека погибли, сообщает Рейтер. Торнадо, штормовой ветер и наводнение разрушили сотни домов. Более трех миллионов потребителей остались без света. Местами скорость ветра превышала 200 километров в час. Это было громко, это было похоже на молнии в небе, но это не были настоящие молнии, были как будто взрывы в воздухе. Это выглядело безумно, это было просто бах-бах. Мы слышали это возле крыши, слышали, как что-то ударяется об окна. Моя девушка определенно испугалась и забилась в спальню. Это было безумие прошлой ночью, а когда нас настигло око бури, уже не стало ни ветра, ни дождя, и было просто спокойно и жутко, не было никакого шума. Это уже второй раз для нас второй ураган. Недавно к нам приходил ураган Хелена. Мы все убрали, а потом вдруг это. Так что мы держим кулачки, молимся Богу, чтобы он ответил на наши молитвы и дал нам передышку. В этой швейной мастерской кипит работа. Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады создают тактическое снаряжение для своих побратимов. Все детали амуниции тщательно продуманы с учетом запроса фронта. Также есть инновации. Тут сконструировали тепловизионный плащ, который маскирует военнослужащих и защищает их от дронов противника. Как их создают, видела съемочная группа «Фридом». Небольшая комната полностью заполнена швейным оборудованием, текстилем и фурнитурой. В цеху кипит работа. Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады свою мастерскую гордо называют «бригадной фабрикой». В ней конструированием и пошивом тактического снаряжения для бойцов занимается шесть человек. Такую практику основали более двух лет назад, когда был необходим быстрый ремонт формы побратимов. «Раньше, как было, формы особо не было, там всем подразумом, то приходилось укорачивать, підшивать. То знайшли, там, все случайно, я и напарники вам. А потом как-то туда-сюда, потом это все как-то перейшло на другий план. Когда мы в бахмате были, то нас туда дергали на бахмат. А потом как-то приехали на уновление у нас бригады и начали эту идею развивать». На бригадной фабрике под заказ шьют плитоноски, подсумки и другие полезные вещи для бойцов, которые можно и не найти в специализированных магазинах. Говорят, во время боевых действий все должно быть продумано до мелочей. «Это просто щепляется под сумок на этих молли. Но невдобно, например, вся штука висеть сзади на РПС. И чтобы достать, и полностью, получается, вынимаешь, назад уже не вставишь, уже все получается. А мы сделаем, вот это будет часто висеть на РПС, и она будет туда вставляться». Самый популярный заказ среди всех вещей – тепловизионные понча, которые маскируют воинов на позициях в ночное время от дронов противника. «Это 100%-го, да? Дрон не бачит?» «Ну, если прям подлететь близенько-близенько, то все, то видно будет. Ну как, цвета меняются. А с высоты – нет, не видно». Понча создают из высококачественных материалов. Их протестировали не в одной штурмовой операции. И с аналогами тоже смогли сравнить. «Это деталь российского защитного плаща, который использует в них пехота. Ребята говорят, что работа по пошиву некачественная. Да и сам теплоизоляционный материал имеет характерный звук. Если вот боец, например, в нем идет, это шелест. И таким образом солдата можно будет слышать достаточно далеко». Большая часть сотрудников цеха побывала в самых горячих точках фронта. Петр трижды получал ранения на передовых позициях. Сейчас помогает в мастерской, но мечтает вернуться на фронт. «Ну, он тут подробно. Трошки непролежно, конечно. Кто умеет так и подумать, что… Нет, честно, мне бы кто-то спидел бы ножку назад, я бы пошел бы назад». Войнослужащие говорят, такой плащ можно сшить чуть меньше, чем за два часа. Себестоимость понча в два раза ниже, чем в продаже. Все размеры стандартные. И понча полностью закрывает уже экипированного бойца. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Донецкой области для телеканала «Фридом». Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе. Ею стала южнокорейская писательница Ханган. Награду она получила за насыщенную поэтическую прозу, в частности за книгу «Вегетарианка». Ханган 53 года, почти вся ее семья, а именно отец и брат, также писатели. Ранее автор уже получала престижные литературные награды, в том числе и международные. Как отметили в Нобелевском комитете, Ханган в своих произведениях противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни. Для меня написание романов – это способ задавать вопросы, и я просто пытаюсь найти ответы на свои вопросы в процессе написания книг. Когда я писала «Вегетарианку», я хотела задать вопрос о том, что такое человек. Я хотела описать женщину, которая больше не хотела быть человеком. Нырнула на небывалую глубину. Украинка Екатерина Сударская установила новый мировой рекорд по фридайвингу. На чемпионате мира в греческой Коломатии спортсменка без ласт погрузилась на 80 метров. Также она завоевала золото в дисциплине «Свободное погружение по тросу» с результатом 95 метров. Украинка третий раз подряд стала чемпионкой мира в этой дисциплине. Все важные материалы проекта «Наше время», а также полные выпуски программы, доступны на YouTube-канале Freedom. Сканируйте QR-код на экране, переходите по ссылке и смотрите актуальный контент. Далее говорить о важном будет уже «Каролина Король». Информационный марафон продолжит эфир Freedom. Спасибо, что смотрели и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова